Земляные работы на территории размером в 7 соток около многоэтажного дома номер 121А по улице Толстого местные жители восприняли на ура. Еще бы, жильцы дома вдруг поняли, что наконец-то дождались новой детской площадки. Ее ждали долгих 7 лет. Правда, по мере продвижения строительства, горожане начали сомневаться. Уж больно странно выглядела будущая площадка. Я к нему второй раз подошла, звонила три раза в Акимат. Они мне говорят, нет никаких постройок там у вас нет во дворе. Я говорю, а почему там стройка? За разъяснениями жители многоэтажного 120-квартирного дома отправились к предпринимателю, а владелец стройки уверенно заявил о том, что является собственником земли и ни о какой игровой площадке даже и не думал. На проведение строительства у него есть все необходимые документы. Уже с 2003 года я получил. Вам отписался фамилию, имя, покажите, кто с нашего строительства? Да, да, да. А почему с 2003 года сегодняшнее строительство не делалось? Ну, не было средств пока. К месту схода жители подоспели и ответственные лица от городской администрации. Представители отдела архитектуры и градостроительства Шинкента ознакомились с имеющейся документацией предпринимателя. Разъяснить ситуацию гражданам и искать пути решения проблемы чиновникам пришлось сразу на месте. У этого человека есть права и у вас. Он может подать на вас в суд и вы можете подать на него в суд. Согласно статье 167 земельного кодекса, спорные вопросы касательно земель решаются путем судебных разбирательств. Благодаря вмешательству чиновников скандал удалось погасить. Но это временно. Строительство приостановлено до выяснения всех обстоятельств дела. А местные детвора, воспользовавшись моментом перемирия, с радостью принялась закапывать траншеи. Бахром Абдулаев, Бауржан Жусипов, Камила Сайфолина, информационная служба телекомпании «Отрар».